Ну и тут знаменитое место, которое мы с вами тоже почитаем. Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с тобой еще одного или двух, чтобы устами двух свидетелей или трех подтвердилось каждое слово. Если же не послушает, скажи церкви. Если не послушается церкви, да будет он тебе как язычник и мытарь. Давайте прежде всего начнем с того, что упоминание о церкви здесь достаточно странное, потому что церкви еще не существовало. Очевидно, имеется в виду ассамблея или кааль на еврите, то есть некое собрание евреев, может быть синагога. И это были правила поведения в синагоге, которую Иисус предполагает для своих учеников. Что главное, в иудаизме существовала необходимость обличить человека. Естественно, это надо было делать с любовью, но это и есть забота о потерявшейся овце. Я хочу, чтобы мы поняли, что тут есть мостик между рассказом о потерянной овце и обличением. Потерянная овца – это образ того, что кто-то отбился, не просто от стада, отбился от правильного учения. И для того, первое, что надо сделать с такой овцой, ее надо обличить. Раби Мейер говорил, если часть из твоих товарищей обличает тебя, а другая часть нахваливает тебя, то люби обличающих и ненавидь нахваливающих, потому что обличающие приближают тебя к жизни вечной, а прославляющие живают тебя со светом. Ну, тут есть некое напряжение, понятно, потому что всем нам нравится, когда нас хвалят. Я в жизни не встречал человека, которому не нравится, хотя при этом он делает различные ужимки и говорит, да нет, не надо, но по сути любому человеку приятнее, когда его хвалят, чем когда его обличают. Однако и еврейская традиция, и Иисус, как часть этой еврейской традиции, говорит совершенно однозначно, что прославляющие практически сживают тебя со свету. В другом месте мы читаем, как может человек выбрать прямой путь полюбить обличение. Всякое время, пока обличение принято в мире, удовлетворение в мире, добро и благословение в мире, и зло покидает его, как сказано, а обличающие к ним благоволение, и придет на них доброе благословение. Это цитата из притчей и комментарий на нее в Талмуре. Еще один комментарий. Откуда известно, что видящий ближним постыдное должен обличить его? Из сказанного, обличая, обличи ближнего твоего. Из книги Левит 19-17. А откуда известно, что если ближний не послушал, надо обличить повторно? Сказано дважды, обличая, обличи. Обратите внимание, что это абсолютно то же, что мы читаем у Иисуса. То есть, толкование равинами книги Левит. Сказано дважды, обличая, обличи. Даже если он изменился в лице, задается вопрос, вдруг это заставит ближнего бледнеть. Сказано, и не понесешь за него греха. Сказал Раби Тарфун, сомневаюсь я, есть ли в нашем поколении человек, способный принимать обличение. Помните кино? Сомневаюсь я, однако. Да что поразительно, интересно, дальше идет вот что, вот что, вот что говорит, вот что идет. Говорит ему, обратите внимание, мы говорим о Талмудическом трактате. Внимание, говорит ему. Вынь сучок из глаза своего. Говорит, вынь бревно из глаза своего. Не кажется ли вам, что это нам что-то напоминает? Ну безусловно, это же слова Иисуса, как ты можешь кого-нибудь обличать, пока у тебя есть бревно в глазу, ты вынес сначала сучок. Дословно, то есть абсолютно дословно то, что мы читаем у Равина. Сказал Раби Альезер Бен Азария, а я сомневаюсь, есть ли в нашем поколении человек, способный обличать. Имеется ввиду человек, который вытащил бревно из своего глаза. Сказал Раби Йоханнан бен Нури, свидетели мне небо и земля, что много раз был обличаем мною Акива перед Гамлиэлем. Раби Акива перед Раби Гамлиэлем. Гамлиэль это Раби Гамалиил. Ибо я обличал его и тем прибавлял у него любовь ко мне, как написано. Не обличай кощунствующего, ибо он возненавидит тебя. Обличай мудрого и он возлюбит тебя. Два свидетеля это то, что предусмотрено Торой, книгой Второзаконие, 25 глава, 3 стих. Три свидетеля это то, что мы читаем в трактате Псахим. Трех любит Всевышний, того, кто не гневается, того, кто не пьянеет и того, кто не настаивает на полагающихся ему почестях. Без обличения невозможно раскрыть постыдное перед общиной. Последняя часть процедуры, принятая в иудаизме того времени, называлась Ахраза или объявление перед судом общины. Собственно, суть объявления в том, что человек становится непригодным для свидетельства. И такой человек должен был оставаться вне общины до его раскаяния. То есть процедура, которую описывает Иисус, она не на 99%. Она в точности 100% отражает взаимоотношение отблечения от одного свидетеля к двум и к общине, которая существовала в те времена в Израиле. Еще раз хочу этим подчеркнуть, что Иисус выступал далеко не против правил, всех правил или установлений, которые были в то время в Израиле. Еще говорю вам, здесь же, если двое из вас согласятся на земле просить о чем-либо, будет им от отца моего, который на небесах. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их совершенно безответственно используется это место, когда говорится, тут вообще речь не идет о молитве. Абсолютно. Я часто слышу, мне приходится. В принципе, можно применять место куда угодно. Хуже не будет от молитвы, безусловно. Но, если честно, это место не имеет ни малейшего отношения к молитве, когда вот двое и трое верующих собираются, я посреди их в контексте того, о чем мы здесь говорим. Это судебная процедура со свидетелями. Один человек, два человека, церковь, и будет он тебе как язычник и мытарь. И предыдущий, весь полностью контекст, даже потерянные овцы, которые нуждаются в обличениях. И здесь, естественно, двое и трое во имя мое, то есть по моему слову, там и я посреди них. То есть этот стих имеет только и единственное отношение к судебной процедуре того времени или к дисциплинарной процедуре, которая сегодня есть в церкви. Раби Ханина бентрадион говорил, если сидят двое и между ними не завязывается беседа о том, что сказано в Торе, это встреча глумящихся, как сказано, и во встречах глумливых не участвовал. Но если сидят двое и обсуждают сказанное в Торе, шехина или присутствие Божие пребывает между ними, как сказано, тогда говорили между собой трепещущие перед Богом и внимал Бог, и слушал, и написана была памятная книга, и положено было перед ним о трепещущих перед Богом и размышляющих о тайнах его. В другом месте, также в Тортате, вот, Раби Халавта бендоса из Хвархана не говорил, среди десяти человек, которые сидят и изучают Тору, пребывает шехина или присутствие Божие, как сказано, присутствует всесильный средь общины судей. Это, кстати, реминесценция к нашему месту, к чему, собственно, имеет отношение. А откуда мы знаем, что это верно, и когда речь идет о пятерых, ибо сказано, пятый, объединяющий четыре стихии на земле. Но я не буду, может быть, дальше читать этот отрывок. Важно еще, среди суда, состоящего из трех судей, судит он. Буквально, точно то, о чем идет речь в отрывке из Иоанна и в отрывке из трактата. А вот, еще раз я хочу подчеркнуть, очень важно, когда мы толкуем стихи Писания, не трактовать их так, как бы нам хотелось, а трактовать их, исходя из контекста, в котором они приведены. И еще одно место, может быть, я молитва моя тебе, Господи, во время благоволения Божия, по великой милости, ответь мне истинное спасение Твое, когда наступает время благоволения. Когда молится собрание, Раби Йосип бен Раби Ханина говорит это, понимаем, из стиха. Так сказал Господь Бог, во время благоволения я ответил Тебе. Раби Аха бен Раби Ханина говорит, вот Бог могуществен и не презирает. И избавил он в мире душу мою от нападения, ибо многие были со мной. То есть молитва, даже во имя Божие, она направлена здесь конкретно на выяснение его воли по отношению к человеку или событию, которое разбирается в общине верующих. Ну, опять-таки в этом контексте, еще раз, разговор не закончен. Не может быть, чтобы вы выдрали буквально кусок, сказали, вот двое, трое верующих собралось, нам всегда надо молиться. Да, и аминь. Но этот текст говорит о чем-то другом. Когда подошел Петр и сказал ему, Господи, сколько раз я должен прощать брату моему, если он будет грешить против меня. До семи ли раз, говорит ему Иисус, до семи, нет, не до семи, но до семидесяти раз семь. Таргум Йонатана, таргум это перевод на арамейский язык. Есть Медраж на книгу Берешит 4.24 или на книгу Бытие 4.24. Если у Каина, совершившего намеренный грех, было семь поколений потомков, каждый из которых могло раскаяться, то более того, Ланех, который не совершил намеренного греха, имеет семь поколений потомков, собственно, многочисленное потомство, которое имеет возможность увидеть грех и раскаяться. То есть, семь между семь, с одной стороны, это совершенное число, с другой стороны, это не просто совершенное число, это как бы реминесценция или ссылка на понимание множественности греха и множественности покаяний, которые есть на примере Каина и Лямеха. Поэтому, продолжает Иисус, подобно Царство Небесное, человеку, царю, который захотелся считаться со своими слугами, когда же он начал считаться, проведен был к нему один, который должен был 10 тысяч талантов, огромные деньги, а так как у него не было чем заплатить, то повлил Господин продать его и жену, и детей. Ну, мы знаем эту историю, потерпи на мне, а потом, когда, естественно, ему должны были деньги, ну, человеческая сущность. Притча Иисуса – это, в общем-то, классическая притча, в которой поведение царя сравнивается с поведением царя небесным. Может быть, некоторое отличие только в том, что данная притча демонстрирует подобие, а не отличие. Слуга, получивший прощение, начинает душить своего должника. Именно душить, я хочу прочитать кусочек из Мишны, если увидел человек, как его знакомый душит должника на рынке и сказал ему, отпусти его, и это можно понять, как обещание заплатить, он не является гарантом по долгу, ничего не должен платить, доколе не скажет ясно, отпусти его, и я заплачу тебе. Интересно, да, поворот? То есть, Мишна говорит, что если ты увидел кого-нибудь, кто должен деньги, и кредитор душит, именно душит, как и здесь в тексте, то ты не являешься гарантом по долгу, и ты имеешь право вмешаться только в одно и в единственном случае, если ты готов заплатить вместо него. Это же мотив, на самом деле, есть уже в последних словах Иисуса, на кресте, когда он сказал, уплачено, или можно перевести, как свершилось, это одно и то же слово, на иврите или на арамейском языке, и в этом смысле, то есть, раб считается освобожденным, в данном случае мы, как рабы греха, выкуплены, мы не остаемся свободными, мы выкупаемся у одного хозяина, в данном случае у дьявола, и переходим во владение к другому хозяину. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok